И снова здравствуйте, мои дорогие юные друзья, а также их родители, а также все друзья постарше, которые уже в старшей школе. Сегодня мы начинаем с вами Spotlight 5. Начинаем и выкладываем, и заканчиваем, так сказать, белые начинают и выигрывают, в хорошем смысле этого слова. Так, смотрим, что у нас входит в пятый класс. Итак, весь этот УМК, он самый такой объёмный, это, конечно же, Students' Book, да, тоненькое, худенькое повторение всех четырёх классов предыдущих. Сам учебник построен так, что, я об этом уже говорила в видео, что он начинается опять с алфавита, да, потому что программа построена так, что, возможно, в некоторых школах по нему начинают учиться с пятого класса, они все начинаются с первого, со второго. К нему Workbook, опять же, маленький, худенький. К нему тест-буклет, естественно, да, из дополнительного, продолжая, так сказать, начатое в младшей школе, есть сборник упражнений, теперь это называется тренировочное упражнение в формате АГГ. Особенность учебничка этого в том, в тетрадочке это что-то уже совсем не тетрадочка, а здесь просто куча сборник текстов, и они всегда где-то на порядок на два, то есть на класс на два опережают, собственно, сам класс. Тут материал такой, что пятиклассник его может не потянуть, сам нужна помощь, поэтому это все мною озвучено, все проделано, все прописано. Грамматический тренажер, но это не совсем тот тренажер, который был у вас в младшей школе. Здесь это больше похоже на справочник. Очень подробно разжевано, очень элементарные вещи, потому что в пятом классе у вас все элементарно, это вы закрываете как бы уровень А1, А2, даже немножечко А2, но на самом деле вы просто повторяете предыдущие четыре. И ну вот повторение мать учения, что я могу сказать. Проблема в том, что вы слова не берете, вы учите грамматику, вы ее помните, она минимальная там, но вы не берете слова. Чтобы это решить, собственно, мы как всегда, я, мы это я и мой компьютер, и вы как мои друзья, Spotlight 5 World Book. Для вас я его тоже сделала по каждому классу, как и все остальные классы. Обратите внимание, в этом классе 1200 слов. Откуда столько много, если такой слабый учебник? Все очень просто. Учебник-то слабый, но вот эта штука, извините, как я уже упомянула, нашпиговали ее кучами и всякими там текстиками, которые не пятоклассные, они как бы пятиклассные, но нужна помощь. И очень много новых слов с грамматического тренажера, потому что здесь упражнений очень мало, но даются новые слова в этих упражнениях, там, где грамматика минимальная, отработка, а вот слова, особенно там целыми такими как бы списками, там странные, там музыкальные инструменты, какие-то названия, то есть довольно обширно, вы увидите это в уроках, я тоже показывала, что, например, из всего модуля, например, там первый, второй модуль, да, я выкладываю по два модуля, чтобы мы все классы успели, например, весь модуль вот этого учебника, и тут всего-то 10, всего 10 модулев за все, на весь год. Так вот один модуль, это примерно один месяц вашей школы, дают вам примерно 50 слов, а вот один кусочек, один модуль вот здесь в тренировочных этих упражнениях примерно сотню слов может дать вместе, особенно вот с этим. То есть как бы вот эти дополнительные материалы, они и потом, не только в пятом классе, они дают вам основной прирост слов, потому что сам спутлайт пятый, еще даже шестой класс, он такой бяленький, мягенький, нежненький, очень много повторений, очень мало чего-то конкретного и нового. В седьмом, вот в седьмом, восьмом, девятом, там уже совсем все по-серьезному, а вот пятый, шестой еще так, шатковалка. Да, еще здесь есть ридер, он теперь вынесен в отдельную книжечку, там это было у нас и там и Златовласка, и прочие мышки, которые мы читали в нашем классе, да, рассказики, поэмки, там не солдатик это был у нас, этот Toy Soldier, там это было в книжечке. А теперь это Jack and the Beanstalk, например, этот про Jack и бобовое дерево, уже вынесено как в отдельную маленькую книжечку. И так будет до одиннадцатого класса. К сожалению, здесь больше картинок, чем текста, но для пятого еще нормально. Но когда Гамлет в одиннадцатом классе, извините, иллюстрированный Гамлет и две строчки вот здесь, даже не оригинала Шекспира, хотя бы цитату знаменитую «To be or not to be» хотя бы вынесли, нет, они тоже пересказали, извините, пересказать я могу «Войну и мир» двумя строчками, да, «Война и мир». Вот, поэтому, но тем не менее, все равно есть какие-то новые слова. Не сильно объемно, но есть. Как мы работаем? По тому же принципу. Значит, для начала удостоверьте, что по предыдущим четырем классам у вас действительно закрыты все косяки, все пробелы, все белые пятна. Я надеюсь, вы их закроете, даже если вы не можете пройти все четыре класса насквозь, это по времени, чисто по времени, вы можете взять и пройти вот уроки там, где только вот Spotlight Words. Я их в отдельный плейлист вынесла. А потом на базе тех примерно 2000 слов накладывается еще 1200 вот этих слов, поэтому, пожалуйста, не ленитесь. Принцип работы тот же. Открываем и вместе. Сначала в уроке вы прописываете перевод, все-все-все слова, потом я делаю отдельный по итогу модуля Spotlight Word Module 1, там модуль 2, и вместе с вами мы прописываем уже предложения с этими словами, мы придумываем, сами создаем. Таким образом получается, что вы каждый раз каждое слово вы используете. Вместе со мной прописываете, и через некоторое время, там сутки-двое, начитайте вот эту правую сторону, связанный текст. Вам уже не надо слова списком учить. Слова списком учить вообще очень сложно. Слова надо учить в контексте. Поэтому мы делаем вот это вот творческое, так сказать, этот момент, придумываем предложение, которое бы по контексту, по ассоциациям как-то было бы связано с пройденным материалом, а вы можете придумывать свои ассоциации, которые именно с вами. Вот как сегодня был пример, я про марокканский шарф писала. Я его действительно купила в Марокко. А вы, возможно, купили какой-то скарф, который вы в каком-то городе, или кто-то вам подарил. Главное, чтобы вы запомните слово «скарф», его использование, его множественное число. Вот это шикарный метод для запоминания слов. В условиях страны, когда у вас нет прямого контакта с иностранцами, вам не с кем поговорить. Вы на отпуск не ездите, как европейцы в соседние страны, со всеми разговариваете. У вас только получается общение с книгой. Да, хорошо, если вы умеете пользоваться Ютьюбом. В хорошем смысле пользоваться Ютьюбом. То есть вы его для пользы используете. Если вы там, вы, естественно, умеете пользоваться, но вы оттуда не берете то, что оттуда надо брать. Это англоговорящие передачи, документарис, какие-то там фильмы, сериалы. Вы всё смотрите в переводе, к сожалению. У вас просто ещё языка не хватает на то, чтобы смотреть всё без перевода. И далеко не всех на это время хватает. И в результате получается, что действительно у вас общение только буквы, буквы, тексты, книги. Даже те, кто могут читать, переводить, не всегда умеют говорить. Далеко не всегда. То есть почти никто не умеет, честно скажу. А чтобы это исправить, ребята, первый путь, я так говорю и в видео, и в уроках, собственно, и сейчас, вот говорю, это именно писать переводы. Писать с русского на английский предложениями, текстиками, писать переводные, переводные упражнения. Именно писать. Вы пока пишете, это по сути, что такое письмо? Это акт замедленного говорения. У вас хватает времени на подумать, как составить предложение грамматически правильно, использовать те слова, которые для вас, именно для вас, которые незнакомы, не просто вот все подряд, а которые вы не доучили. Это я пишу все подряд, потому что, я же не знаю, какие именно для каждого из вас будут свои слова, да? Я стараюсь со всеми словами, хоть это иногда и долго, и муторно, и иногда фантазия уже ломается, но придумай так, чтобы вся вот эта правая сторона вашего учебничка была реально прописана. Потому что сколько не задавай, пока рядом не сядешь, а сейчас в виде видео, пока я вот вместе с вами не пропишу, никто почему-то сам этого не делает. А потом вы удивляетесь, откуда у вас такие проблемы. Вы слова не учите. Да, язык состоит из слов, их надо учить. Все. Грамматика минимальна, грамматика в любом языке вычитывается за месяц, я это не устану повторять. Вот. Все. Это была краткая презентация, буквально с первого дубля, с первого ролика, как я всегда делаю, если вы заметили. И генук достаточно, а то опять лампа взорвется. У меня сейчас только что взорвалась лампа, и киевская обычная, которым я использую вместо подсветки. Вот так вот приходится блогерам извращаться, что да, пока ламп нет нормальных. Ну ничего. Я считаю, что не так важна лампа, как то, что я вам рассказываю. Меня нужно не смотреть, меня нужно слушать. Поэтому, ребята, давай. Пока-пока. До новой встречи. Встретимся уже в шестом классе. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok